всем привет ребят вот так каждый раз как я не захожу в сарай уточка стоит на дежурстве она не знаю что она выглядывает хоть у них накормлена то есть вода и корм стоит и вода стоит она все равно вот так стоит на и выглядывает и в общем дежурит и бывает уже прихожу а здесь по проходу бегает парочка утят в общем она уже приучила и некоторых малышей выпрыгивать ну уже нельзя этих хотят назвать малышами потому что они уже начали обрастать пером достаточно крупные и когда их показываю мне все равно вот спрашиваете а мор а легко в ли вырастить утят зимой и ну то есть они проще это сделать летом и и каждый раз вот каждый раз одинаковые вопросы и я всегда отвечаю что если есть условия вот ну на самом деле вот сейчас эти утята здесь живут и у меня с ними вообще никак проблем нету то есть они они занимают времени у меня меньше всего то есть с ними настолько просто что я вас уверяю мне кажется летом мороки с утятами больше потому что их надо там-то на улицу вынести то не но но занести назад в помещение а с этими сейчас ничего такого делать не надо потому что а потому что на улице холодно на улице грязно и они постоянно находятся в помещении единственное это то что их нужно кормить сбалансировано и изредка давать витамины я давал им витамины вот буквально позавчера мультивид и они хорошо ну то есть они конечно и обычную водичку пьют хорошо но я имею ввиду пропили они витаминчики и в это время главное их кормить сбалансировано у меня готовый комбикорм уже много раз рассказывал что именно эти утята едят индюшиный комбикорм индюшиный рост и последние несколько дней я им даю бролерные а нет индюшиный финиш они ели до этого ели индюшиный рост а потом стали есть индюшиный финиш сейчас вот последние несколько дней они едят бролерный финиш который я даю цыплятам на этом на том дворе и они его с удовольствием тоже едят он совершенно ничем не отличается и Они растут Ну реально как на дрожжах По другому не скажешь Здесь 15 утят 10 которых вывела именно эта уточка У нее было 11, один утенок пропал И 5 утят, которых я и подсадил Индоутки, птица Самая наверное спокойная По поводу принимания чужих детей К себе в семью Они вообще никак не отреагировали Ни утята на других утят Ни утка на утят Ни утята на новую утку Им совершенно параллельно Кто их нянчит и кто у них на данный момент мамка Так что Если у вас села утка Даже сейчас Я вам сейчас открою одну тайну Я сегодня нашел утку На гнезде И она сидит на яйцах Я не знаю живые у нее там яйца или нет Сейчас засниму ролик и пойду проверю Просвечу яйцо А потом уже как нибудь вам в следующих роликах Скажу там Есть ли там зародыши Будут ли там утята или не будут Но в общем Сейчас Ноябрь месяц И у меня сидит утка Но я не знаю Даже не видел Сколько там у нее едец А может у нее их уже и нет Нужно в общем посмотреть Так что Когда посмотрю Обязательно гляну И вот сейчас Даже если будут у меня утята Вот в таком же загончике Которые у меня еще есть свободные Включу такую же красную лампу Эта лампа Инфракрасная Она очень горячая И очень хорошо греет У меня стоит лампа 150 ваттная И она спокойненько Обогреет всех маленьких утят То есть на самом деле И утка будет греть Главное Чтобы было сухо И не было сквозняка Так как загончик у этих утят Небольшой То я у них чищу каждый день То есть каждый день я подчищаю И подсыпаю новенькой соломки И они у меня постоянно находятся на сухом Воду Воду я им даю трижды То есть у них не стоит постоянно вода Потому что утки это свиноты Они расплескивают воду Они купаются Они разводят болото Они клювами роются Потом в лужах этих И просто делают невероятную сырость То что у них нет постоянно воды Это не означает Что они прям мучаются от жажды Они отлично растут Я им ставлю Получается за день Около 6 литров Количество воды На одного утенка В сутки Я уже вам когда-то рассказывал Это можно найти у меня на канале Так что Вот так То есть мои утятки Достаточно хорошо себя чувствуют Даже вот сейчас вечером Можно сказать Даже не три раза им ставлю А бывает даже четыре То есть Если сейчас еще я долго здесь положу То я им еще поставлю водички Получается на ночь Получается я им ставил В 8 утра В обед В 5 часов вечера Когда у меня было свободное время И перед отъездом То есть на ночь Я им поставлю обязательно Те же две поилочки Литровые И они будут спокойненько Их пить Можно сейчас поставить им Корм Который я тоже убирал Пока у них Подчищал Вот такую Крупную гранулу Они едят И притом Они едят Вот эту гранулу С достаточно Маленького размера Своего То есть они были До такой степени Маленькие И спокойненько Вон ели гранулу Ну я думаю Что Я Я вам говорю Правду Потому что Вот подошли Утятки Притом Гранулы у них не было Ну максимум 20 минут Пока я у них почистил Так что Вот такие дела Еще меня Часто Вот сейчас Спрашивают А нет ли яйца На инкубацию Ребят Не то что Сейчас нету У меня никогда Нет яйца Для продажи На инкубацию Потому что Я не продаю яйцо Я это говорил Уже очень Очень много раз И сейчас тоже Повторюсь Что яйцом Я ни разу Не продавал утят Я никогда Не инкубировал Мускусных утят В инкубаторе И Я продаю Маленьких утят Если у меня Не разбирают Утят То я продаю Уток Семьями То есть Я продаю Уток Семьями На племя И Уточка Ты прям Слушаешь Лекцию Прям умница Если у меня Не разбирают Уток Семьями То к весне Я продаю Уток Мясом То есть Я Ктушками Ну я имею ввиду Так что Вот так И эти утята Также будут Пригодны И для Разведения То есть И для И на мясо То есть Здесь ничего Такого нету Все кто не продастся На племя Будут проданы Мясом Вот так Эти уточки Еще вот Спрашивают Сейчас Вот если Когда лучше Купить утят По осени Или с весны Ну на самом деле Если брать Утят Маленьких То конечно Лучше брать С весны Сейчас В осень В осень Покупать Утят Это конечно Накладно Будет Потому что Ну вот Даже Просто Включенная Круглосуточно 150 ватт Лампа За день Сжигает Сколько Получается 3,5 киловатта У нас Он по руб 70 Это получается Что Больше 5 гривен То есть Только Обогрев Этой семьи За месяц Обходится В 150 гривен Это конечно Накладно По весне Таких трат На содержание Уток Нету Так что Покупать Молодняк Конечно Только по весне И летом Чтобы до осени Уже Ну их Не обогревать И не Пере Как сказать И не тратить Лишний бюджет На содержание Уток Ну а Если купить Взрослых Уток То конечно Их купить Или поздно Осенью Туда Прям под зиму Вот как раз Сейчас Или туда Где-то В январе Потому что Если покупать Весной Например Ну конечно У птицы Будет стресс Небольшой И она немножко Отсрочит Яйцекладку А многие говорят А что сделать Чтобы утки Начали раньше Нестись Да вот купить Их с осени И пусть они живут Ну это я не говорю Из-за того Чтобы вы приехали Там и купили У меня уток Хотя я был бы доволен На самом деле Но это я вам говорю Как человек Который держит Мускусных уток Очень давно И в большом количестве То есть Даже вот эти Уточки Еще по поводу Яйцекладки Вот у меня всегда Когда спрашивают В сколько месяцев Утки начинают Нестись Да Месяцы Не так важны Как сама Сезонности Можно сказать Что утки Несутся круглый год Но все равно В зимнее время Редко Когда Какая утка Будет нестись Ну вот конечно В таких условиях Вот как она Сейчас находится Эта уточка И может Начать нестись Потому что Она сидит На комбикорме Сбалансированном То есть Очень питательном И возможно У нее даже Начнется яйцекладка Но если вы уток Держите в обычном Помещении Там без света Без отопления Ну главное Чтобы всегда Было сухо Это очень важно Очень сложно Поддержать У водоплавающей птицы Сухоту В помещении Но очень важно Так что То что у меня Вот утки Живут на улице Это свидетельствует О том Что мои утки Как бы я не хотел Они никогда Не занесутся До весеннего Потепления Потому что Это я говорю Про мускусных То что у меня Крякалки несутся Это совсем Другие птицы Потому что Крякалки Это птица Яйценоская Она несет До 200 яиц За год А это почти Через день То есть Понимаете Ну Если просто Рассчитать На весь год Ну вообще Крякающие утки Несут каждый день Так что Начиная например С мая Они могут Не прекращать Свою яйцекладку До следующего марта Ну там С небольшими Передышками То мускусные утки Так не несутся У них яйцекладка Циклами И в каждом цикле От пяти до сорока яиц И таких циклов Может быть четыре То есть И часто вот Спрашивают Если Утка несется Осенью Она будет Нестись весной Конечно Ребята Она будет Нестись весной То есть Между циклами Яйцекладки Может быть От двух недель До месяца То есть Если ваша утка Начала нестись В декабре То она может Спокойно начать Опять нестись В феврале Понимаете То есть Тут ничего страшного Нету И У вас будет Мало дня Когда вы захотите Я не знаю Так что Вот такие дела Ну Я все равно То есть Я такой человек Что Если я планирую Например С весны Заниматься Там Утками То Я бы Поехал бы Сейчас Себе Вот как раз У людей Выросли Вот молодняк Вырос Не у всех Вот такие Есть поздние выводки А Уже в основном У всех В загонах Ну то есть У всех В хозяйствах Мускусные утки Все взрослые То есть Сейчас Сентябрь Октябрь Ноябрь Месяц Я все Напутаю Осенние месяца Ноябрь Месяц И В ноябре Утки Отлично Повырастали У всех Поехать В любое Ну в любое Хозяйство К любому Человеку Кто разводит Уток И самому Себе Выбрать Самых Красивых Самых Крупных На племя Мускусная Утка Съедает Ребята 5 килограмм В месяц То есть Если Вы купите Сейчас утку До весны Она съест Одна утка Два ведра То есть Если купить Три утки И селезня Ну я думаю На два мешка Вы не обанкротитесь Если купите Два мешка Им зерна Так что Вот так Сейчас в зиму Их супер интенсивно На племя Если их держать Кормить не нужно То есть Это не откорм Так что Я думаю Что Купить И знать Что уже У вас по весне Свои утки Начнут нестись А мускусные утки Это такая птица Которая Обязательно Сядет на яйца То есть Обязательно Часто мне пишут Что утка Не садится на яйца Но это Ей что-то мешает Какие-то Стрессовые ситуации Например У вас Или у соседей Или у вас Часто гавкает собака То есть Не переставая Такое бывает И птица Находится рядом Это постоянный стресс И вот именно Может это провоцировать Например У вас есть крысы Это тоже может Ну то есть Спугнуть утку И она не сядет На яйца Ну Я думаю Тех кто смотрит Меня давно Знают Что у меня Ежегодно Сидит То по 30 То по 35 Уток Одновременно И я не могу Сказать Что какая-то Мускусная утка Не села Да Я конечно Не контролирую Всех уток У себя в хозяйстве Потому что Их много И я даже не знаю Какая сидела Сколько раз Потому что Они почти все Одинаковые Рассветки То пепельные То коричневые То белые И не могу сказать Но вот некоторые Которые Такие экземпляры Как эта уточка Конечно Немножко Отличаются Я знаю У себя в хозяйстве Белую утку С таким длинным Крючком на клюве Он такой большой И есть И коричневую Утку Очень старенькую Которая сидит Регулярно И вот таких Две Есть пепельные Которые Четыре раза За год Сидела Так что Ну Вот так Я не знаю Начал с одного Закончил За второе В общем Про Проговорил Вам лекцию Целую По поводу Мускусных Уток И не знаю Будет ли она Вам интересна В данный момент Если будет Ставьте лайки Я буду Понимать Что вам Такого рода Ролики Интересны Так что Вот так Да уточка Мой лучший Слушатель За сегодня Это мама Этих утят Слушала Не шелохнулась Красоточка Да Красоточка Ой Умничка Так что Вот так Еще Вот хотел Добавить По поводу Я Я начал Говорить И не сказал По поводу Яйцекладки Все говорят Скольки Спрашиваются Скольки месяцев Утки Начинают Нестись В среднем Мускус Утки Начинают Нестись В 7 8 Месяцев Но Условия Содержания То есть Если вы Не добавляете Света Не досвечиваете Тоже влияет На это И ваша утка Если она Например Апрельская И вы Зимой Не досвечиваете То она У вас Может Занестись Где-то В феврале Или в марте Или даже В апреле То есть К году Потому что Зима Если ваши утята Вот как вот эти Мои Сентябрьские То это значит Что они Занесутся В апреле Точно Занесутся Потому что Уже будет Погода То есть Световой день Увеличится Станет Тепло И Они Начнут Нестись Получается Что И майские Утята И августовские Утята И даже Сентябрьские Утята Начнут Нестись По весне В одно Время Только Тем Уже будет По 10 Месяцев А этим Будет По 7 Так что Вот так Не бойтесь Покупать Поздних Утят Ну я имею ввиду Вот и Когда они Уже Достаточно Подросли Конечно Вот таких Маленьких Сейчас Купить В условиях В которых Им будет Не комфортно Не уютно То это Нехорошо Но если Вот эти Утята Вырастут И вы Например Приедете Купите Их у меня На новый Год Ну к новому Году Они будут Большие То можете Не переживать Что в марте Они у вас Точно Занесутся То есть К 7 Месяцем Вот так Если что-то Недорассказал Или что-то Сказал Непонятное Пишите В комментариях По возможности Отвечаю Ну а Так Вроде Все что хотел Все сказал Да Сейчас вам Дам водички Ребятки Всем большое Спасибо За просмотр И всем Пока Пока